Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рыбочка Рыба Мой Толесно. Ну что, друзья, я показывал в предыдущем фильме свою снасть Фортуна, ну и один из подписчиков, мы с ним общались, он попросил меня показать, какие еще у меня есть непосредственно приманочки для зимней рыбалки, чтобы я мог показать, рассказать. Ну и соответственно, чем я буду ловить в этой зимой? Ну что вам сказать? Дело в том, что, конечно, всякого рода хитрости и секретов у каждого рыбака много. Конечно, есть секреты и хитрости у меня. Я, конечно, тоже не сижу на одном месте, конечно, я каждый день, каждый раз что-то изобретаю, что-то проверяю, как при первой же возможности, как выехать. Конечно, выезжать сейчас стало реже, врать не буду, но все равно стараюсь где-то в банке, в ванной тренировать, смотреть. По разным причинам не могу выезжать, конечно, чтобы проверить все снасти. Ну а все-таки сморровка и техника, она осталась. И я думаю, что, конечно, самое главное, это те снасти, которые уже были, это классика, к ним, чтобы добавить изюминку какую-то для игры. И для того, чтобы понравилась рыба, это всегда можно что-то придумать самому. Поэтому я пообещал нашему подписчику, то есть своему непосредственно, и показать сегодня этот фильм о той непосредственно приманке, о которой я с ним говорил. Ну это вообще, я называю их паучками, жучки-паучки. И мои непосредственно приманки, с которыми я буду ходить на, не только я выхожу зимой, а также выхожу и летом, пробую ими. Я сегодня только вам покажу, а в следующем фильме я уже покажу, как я делаю их. Сегодня я покажу, расскажу, и потом покажу, как я делаю, покажу, какими снастями я, как их ставлю, расставляю, и что я с ними, в общем, делаю на рыбалке. В общем, вот мои жучки-паучки. Ну, давайте по очереди я начну, наверное, так, а то по одному, чтобы можно было рассказать и показать. Ну вот, первый у меня, это был тройничок такой, видите, тройничок, вот, я непосредственно отлетел у меня крючок на рыбалке, не знаю, зацепил или сломал рыбку, не помню, врать не буду, не хочу, просто остался двойничок. Ну, двойничок хорошего качества, остренький, я решил его, конечно, потом использовать. Вот такой вот сделал жучок, вот, непосредственно с этими цветками, вот рядышком беленькие такие, вот, с красной бусинкой. покрыл опылением таким небольшим, добавил там чуть-чуть, ну, получился такой у меня жучок, получил. Вот у меня еще такой есть тройничок, вот, вот тройничок. Точно так же я взял от булавочки кнопку эту красненькую поставил, посыпал ее немножко всевозможными красивыми такими штучками. поставил здесь вот такие вот цветочки непосредственно, чтобы она не сползала и придавала блеск на тройничке, вот, и зафиксировал только поменьше размером, чем этот, и другого цвета фиолетовый поставил. У меня получился такой тройничок, который можно использовать на блесенку, на какую-нибудь, или просто там, я не знаю, может быть, другая такая-то снасть будет, посмотрим. Ну, вот такая вот такая вторая снасть у меня, тройничок и тройничок. Теперь я покажу дальше. Ну, вот такая есть у меня еще снасть жучок-паучок с двумя, здесь два, а здесь одним, то есть непосредственно подкрашенные, тоже стоят у меня на крючочках, я поставил вот эти вот штучки красивые такие, чтобы они придают блеск, вот, очень хорошо работает в воде. Самое интересное плюс этих всех жучков-паучков в том, что они идут легкие, они идут без свинца, и как приложение к снасть, я покажу, соответственно, какая на нее идет, и потому что, из-за того, что она легкая, идет отсюда хорошая игра. Вот жучок-паучок, как муха своего рода, видите, вот если тут такие, как вот опилочки, такие, как будто пыльца, это вот хвостик такой вот, у моей его жучка-паучка, с глазиком вот такой, он то ли на муху похож, то ли на паучка, что-то такое вот есть. С этой стороны он вот так выглядит, вот, сами видите, вот так я покажу. Тоже на крючочки поставил вот эти вот непосредственно блесточки, которые придают, ну, игру, они свободно ходят на крючке и, соответственно, дают блеск. Тут я поставил камушек тоже, вот, вот такой получился жучок-паучок у меня. Так, пошлите дальше, покажу дальше. То есть я наделал разные формы, разные цвета, поставил, конечно, вот такой вот есть еще, золотой у меня, тоже камушек. Сейчас я вот показываю, пока мне, обратите внимание, вот когда глазки вдоль идут, сейчас я покажу, где я ставлю, тоже и поперек делаю такие же. Этот у меня такой желтенький, вот, тоже с камушком, тоже с глазками. Ну, точка прицеливания, как правило, идет это камушек, вот этот вот, который находится вверху. Честно скажу, хорошо работает по окуню, да и так вообще рыбка его хватает, в зависимости, конечно, от водоема и от игры. Вот такой вот, есть еще жучок-паучок, тоже на всех крючках у меня одеты все вот эти штучки, тоже с камушком, ну, здесь сам он красный, вот такое получается вот. Так, еще что. Вот такое вот еще я сделал, вот, тоже так вот играет, они все легенькие, без всякого груза, без всякого свинца, тоже вот с красивыми такими вот сними лепесточками. Вот еще у меня один, два, вернее, красненьких, которые я сделал уже, видите, глазки по бокам у меня. Если глазки тут один сверху, один снизу, то здесь я сделал по бокам. Вот один глазик, второй глаз. Вот такого прядка тоже, видите, этот сверху, этот сбоку с камушками. И вот сделал еще такую вот, будем говорить, рыбку своего рода, вот, тоже с камушками глазки, черные у него, хвостик вот такой вот с красной ниточкой, и здесь, соответственно, он будет вот так играть. Вот, вот так. Ну, иглу я, конечно, покажу в следующем фильме, покажу, как я их делаю. Сегодня я только показываю, какими ручками, паучками я пользуюсь на зимней рыбалке. Ну, и не только на зимней рыбалке, но также при проводке, если на щучку или на охуня выезжаю, пробую. Ну, вот такие мои непосредственные жижки-паучки, с которыми я выезжаю на рыбалку. Ну, что, друзья, на сегодня я хочу, вот то, что хотел, я вам показал, чем я хотел, поделился. С вами был сегодня Виктор Коробкин. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok